В минувшую субботу к городским ярмаркам выходного дня добавилось еще две. Одна из них рядом со стадионом «Динамо». Приобрести здесь можно было практически все базовое продовольствие – от круп до мяса. Мне нужно 5 килограмм сахара. Вам нужно 5 килограмм сахара. А тут как развешать? А тут 50 килограмм мешочек. Только 50 килограмм. А вы уже ходили, тут еще где-то есть сахар? А больше нет нигде сахара. Больше нигде нет сахара. Тут только 50 килограмм. И сколько это получается по цене? 60 рублей килограмм. 3000 мешок. Он мне зачем нужен? Мешок 3000. Единственная точка, где есть сахар, торгуют также крупами, мукой, маслом. Но именно на сахар в первый день торговли пришелся наибольший спрос. Сегодня мы привозили 3 тонны сахара по 5 килограмм. Мы приехали сюда к 7 утра. Но, к сожалению, на всех не хватило сахара. То есть уже все разобрали? Да. А на будущее сделаете так, чтобы побольше было, например, вот именно так, поменьше расфасованное, а не 50? Все по возможности. Но такой ажиотаж, то, что разобрали все. Стоит подчеркнуть, что на ярмарках товары только от местных производителей. Собственно, одна из основных целей такой торговли по выходным – поддержать тамбовских фермеров и бизнесменов. Например, довольно высокий спрос на молочную продукцию из Кирсановского района. У нас больше ставка идет на натуральный продукт. Потому что, ну, те же, допустим, молочные продукции, да, цена практически такая же, как в магазине. Сыры из-за того, что это ручная работа, да, они в ценовой категории, может быть, чуть выше, чем магазинные сыры. Но здесь без добавок, без консервантов только молоко и закваска. Без антибиотиков, без всего. В целом администрация говорит, что каждый выходной будет такая ярмарка. Вы будете участвовать каждый выходной? Вообще вам это выгодно? Нам выгодно, да, конечно. Выгодно было быть и интересно. Недалеко расположилась палатка с курятиной из Петровского района. В том числе из-за ценовой доступности многие граждане из мяса чаще выбирают именно курицу. Спрос очень хороший на продукцию. У нас и так всегда спрос, но сегодня хорошо спрашивают. Мы когда были последний раз на этой ярмарке, нас вспомнили, все приходят, берут, им очень нравится. Стоит сказать, что часть покупателей пришла на ярмарку не из-за ажиотажа в магазинах, а потому, что доверяет и ценит местного производителя. Когда ярмарка появляется, здесь всегда покупаем. Особенно нравятся колоицкие холмы сыры фермерские. То есть привлекает вообще что тут? Цены пониже или просто натуральный продукт? Потому что не всегда можно что-то приобрести в повседневной жизни, скажем так. Приобрели сыр, потому что мы знаем, что к нам через Беларусь идет, как он называется, белково-жировой продукт, который становится почему-то тут же сыром. Ну вот приобрели, будем пробовать, будем надеяться, что не обманулись. А по ценам как? Дешевле чем в магазинах? Да ну, не намного дешевле, конечно же. Да как-то насчет цены не беспокоились. Ожидается, что подобные ярмарки будут проходить каждую субботу с 9 утра до 5 вечера. В целом о популярности ярмарок говорить пока трудно. Это только первый день, но сами видите, народ вроде бы идет. Продавцы без дела не стоят. Как будет дальше, покажет время. Кстати, еще одна точка находится на улице Базарной в промежутке от интернациональной до коммунальной. И в будущем количество площадок планируется увеличивать. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков. Область новостей.